Командир, пошёл! Экипаж последнего шаттла прощается с Международной космической станцией. Этот звёздно-полосатый флаг, который летал в космос ещё с экипажем первого челнока 30 лет назад, вернётся на Землю теперь нескоро, на новом американском корабле. Каком, пока непонятно. Разработки ещё ведутся. Пилотируемые полёты на МКС сегодня под силу только России. Для нас это огромная удача иметь такого надёжного партнёра, как Россия, чтобы выполнять совместные полёты. Если бы не Россия, то у нас было бы очень много проблем после катастрофы Колумбии, когда ваша страна взяла на себя доставку всех американских экипажей на Союзах. И сейчас вы снова нам помогаете, чтобы летать на МКС. В эти дни к мысу Канаверал стекаются миллионы туристов отдать дань эпохе. Изображение челнока и слово «шаттл» тут на каждом углу. В любом магазине обязательно посплетничают об астронавтах, спросят о прогнозе погоды на день пуска или посадки. Продавцы сувениров в борьбе за покупателя в такое время делают месячную выручку. Отличный день! Правда? Да, очень много людей заходит к нам. Больше, чем во время предыдущих миссий? Да, побольше. Все последние миссии гораздо больше людей. Так начиналась миссия последнего шаттла. Праздник для миллионов туристов, приехавших сюда, чуть было не сорвался. 135-й запуск челнока едва не перенесли, как это частенько бывало и раньше. На мысе Канаверал сутки до старта лил дождь, сверкали молнии. В такую погоду американские челноки не летают. Когда таймер обратного отсчета показал час до пуска, над космодромом стало робко проглядывать солнце. Верю ли я, что погода будет хорошая? Я на это надеюсь. Хотя я не метеоролог. Вообще-то все выглядит нормально для запуска. Я бы полетел, но я не принимаю решения. Однако те, от кого зависело решение, давали осторожный прогноз. Всего 30% вероятности запуска. Астронавты уже готовы стартовать. Мы все скрестили пальцы, чтобы 70% вероятности плохой погоды не помешали нам увидеть замечательный пуск. Начальник российского центра подготовки космонавтов Сергей Крикалев в 80-й готовился к полету на советском челноке «Буран». Но в космос летал четыре раза на «Союзе» и дважды на «Шаттле». Рассказывает, что пуск челнока переносили и за секунды до старта. Если даже на мысе Канаверл чистое небо, а на запасных аэродромах в Калифорнии, Испании, Африке плохая погода, «Шаттл» все равно не летит. Если у нас каждый перенос начинает обсуждаться, сразу это вроде там чуть ли не катастрофа в космической отрасли, у них это нормальное дело. Я не знаю, мне кажется, на первом этапе, ну, наверное, с вероятностью процентов 70 переносился первый пуск. Перенос мог быть и в тот эпохальный день. За минуту до старта спели гимн. Начался отсчет. И вдруг на 31 секунде часы замерли. Датчик показал, какой-то шланг не отделился от челнока. Минуты в гнетущей тишине. И снова отсчет. Датчик, оказалось, обманывал. Все штатно. Гоу, Атлантис! Мы в НАСА считаем, что «Шаттл» сейчас даже в лучшей форме, чем 10 лет назад. В великолепной форме. Администрация НАСА решила идти вперед и закрыть программу. Очень много людей не согласны с этим. Я считаю, что было бы хорошей идеей хотя бы продлить полеты «Шаттла» до того, как мы сделаем новый корабль на замену. Новый корабль Америки зовется «Орион». Это капсула для одноразовой ракеты. Устроен, как и Российский Союз. По такому же принципу будет работать и новый отечественный перспективный корабль для космодрома Восточный. В ближайшем будущем, как показала история, места для многоразовых челноков нет. Один из стартовых столов «Шаттла» уже груда металлолома. Челноки готовятся стать музейными экспонатами. Однако с ними не заканчивается эра покорения большого космоса. Илья Исаев, Вячеслав Красаков, Константин Колодяжный. Студия «Роскосмос». Специально для вестей с мыса «Канаверл». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова